Господа, ну мы и завершаем. Вот на эту сцену теперь приглашается Михаил Никольский, Сергей Алексеев. У них такой спектакль, импровизация теперь уже, наверное. Потому что Дмитрий Бацеев, Дима, застрял в Москве. Не знаю почему. Вот тут стол уже ставят. Можно вот эту, выберите стул. Чтобы свет чуть-чуть. Ребята, чуть-чуть. Это из-за освещенности просто. Не, вот туда просто чуть-чуть сдвинуть, все. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вот так вот. Значит, и спектакль планировался на троих, теперь будет на двоих. Но это сути не меняет. Хотя в России у нас все на троих. И прежде чем пока они готовятся, Оксана Алексеева, вы хотели, да? Какое-то что-то короткое представить? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый вечер. Я, конечно, не рассчитывала, что будет так много тоски, Но, тем не менее, немного... Какая тоска, уверен, как... Любовь, да, тоска, заканчивающаяся единением с миром и так далее. Значит, немного весеннего теплесняка в оптимистичной форме. Ты, вездесущий, незримый вселенский Бог, Нам устоять слабо и упасть слабо. Вот и болтаемся, не достигая дна, Где несгораемый мусор да грязь одна. Всюду помойки, и в душах, и во дворах, Только и счастье, что громкая детвора, Только и радости, что привычный круг, В нимбе которого ты очнешься вдруг. Воют рецепторы, щерятся на чужих, Хочется куколкой в коконе жизнь прожить, Да не получится, слишком кругом и строг. Мир — это больше, чем лампа, тетрадь, пирог. Спасибо. Спасибо, Оксана Алексеевна. Оксана Алексеевна. И, собственно, на двоих... Да, 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 у нас тут Дима Зависов в столице. Сережа, а можно убрать... Единственный у нас практикующий алкоголик остался. Давайте, можно, секунду. Сергей Алексеев, чтобы было понятно. Михаил Никольский. Прямо, чем мы начнем, я прочитаю маленький эпиграф из Михаила Никольского. Свиньи — это, в общем-то, птицы. Они любят напиться и спать в облаках алкогольных видений. Слышишь тонкий виск в поднебесе? Это свинская песня о главном, о том, что тела только тени. Браво! Как говорится, поздно пить боржо. Но, может, снисхождение трибунала вновь воплотит. Хоть ликовским бомжом, хоть рыбой из обводного канала. И пусть ее поймает этот бомж, которым воплотиться не заслужишь. И воздух жабры взрежет словно нож. Ты приглашен теперь на рыбный ужин. А все-таки прекрасная цена. Ведь жизнь была отчаянно красива. Как ловко ты лавировал у дна межброшенных бутылок из-под пива. Поэтому не сет и раз живешь. На этих мест гнилую безупречность. Навечно не такую молодежь и красоту короткую, как речность. Бодя под пиво накрывает нормально. Сижу, вкладываю плотник анали. Сограждане, вы рассказать не могли бы, где находится жопа у рыбы. Ведь вместо ануса у рыбы хвост. Или умом я настолько прост. В тайны мироздания нифига не проник. Сижу, а вкладываю анальный плавник. Зря я зашел. А вы ищите здесь немного карманы. Здесь испытания для глаз и ушных перепонок. В этом кафе собираются димобиланы. Главный Билан прямо в ухо орет из колонок. Я динозавр, я свидетель падения Рима. В этом макете мне странно искать свое место. Словно пришелец по госту. Я пью свое пиво. И уж давно не врубаюсь, куда же я в лес-то. Столик напротив. Компания крашеных в барве. Дима Билан продолжает бубнить по-английски. Мир из пластмассы везде разложил свои грабли. Все, что осталось, напиться подделанным виски. 9-1-1. Привезли в больницу, вызвали милицию. Привезли в милицию, отвезли в больницу. Лишь пожарные части мне сказали, здрасте. 200 грамм налили, с богом отпустили. И не поднимали вонь, что у них в гостях огонь. То ли стакан в половину пуст, то ли он полон до середины. Кажется, жизнь оказалась длинной. Видимо, надо входить во вкус. Не назначают в двухсотый груз. Не вызывают бежать с повинной. Этот прыжок оказался длинным. Солнечным, словно сосновый брус. Шарик, изведавший список луз. Путь, выверяя по карте винной. Выпью до дна, под мотив старинный. За протяженность земных обуз. Струны сердца поют не в лап. Пальцы ставятся наугад. Выпил, выдохнул, перебрал. Понесло с корабля на бал. С балобля на корабль нах. Порох к пороху, к праху прах. Эй, вы мертвые, хватит гнить. Поучите меня, как жить. Расскажите мне про восход. Прошипите мне про полет. Про скользящие в ночь тела. Про водяру, про все дела. У меня для вас пять минут. А потом улетаю, ждут. Догорает август за пивной. Скучен мир и жизнь тесна, как кокон. О судьбе несбыточной, иной. Плачет между пятой и шестой. Установщик пластиковых окон. Этот стих посвящается совершенно случайно заглянувшему сюда на огонек Пегасу. Тьма внутри, снаружи тьма. Восемь месяцев зима. Птичка, зерна, лапка, сеть. Водку пить в огне гореть. Чижик-пыжик, где твой дом? На фонтанке за углом. Дверь налево, два звонка, если выдержит рука. Чижик-пыжик отворить, тьма снаружи, тьма внутри. Ех, ни дома, ни звонка, ни фонтанке. Ну, пока. Ни покрышки нам, ни дна, ни зеленого вина. Ни цветущей конопли, ни видения вдали. Подняв глаза, не просит милость. Пуста, безоблачно, безбожно, бездонная, безперспективность. Как ты, роскошно. Лопух, воюющий с крапивой, абсурд промышленной застройки. Допитый повод быть счастливым в бачке помойки. Залитким столиком не надо. Спешить, надеяться, стремиться. Сидят чиновник мармеладов с курьером пиццы. Наверное, еще по сотке, и дни не будут так жестоки. Все говорят, нет правды в водке. Но нет и в соке. Выгоняли из автобуса бомжа под предлогом, что одежда не свежала. Ну, подумаешь, великая беда, это ж кризис гуманизма, господа. Господа, литературная борода, я не видывал в автобусах господ. Понавешали распятого на грудь, а сами суки так и ждут, кого бы пнуть. Это небеда и сопля на бороде. Может, в прошлом он ученый или где? Может, кинула жена, ушла с другой. Сердце нежное разбилось и в забой. Жизнь опасна, как гадюка под говром. За обломом неудача, вновь облом. Но согражданам дубиной не вдолбите, что такое ненавидеть и любить. Бабжиха Лена пляшет у ларька. Пока я собираюсь в стеклотору, нашла себе шалава дурака и хочет выпить, как всегда, на шапу. Вот стерва по прыгу не спи коза, нажрется льдинки и поет и пляшет. Шаверма рядом скачет, как коза, и ватником над головой умашет. А я же обеспечиваю семью. Вот женщины, а другие крокодила. Из-за нее худею и не сплю. Хоть раз бы за бутылками сходила. Пора, давно пора ее послать. Мы, мужики, неравнодушны к стервам. Они рады кровь из нас сосать, растрачивать наш капитал и нервы. Мы русский отходчивый народ. У нас много искрометного веселья. Как пляшет Лена, если подопьет. Я все прощу. Хоть пьяный, хоть с пактой. Ну вот и к посту, к посту. С утра решил побороться с гордыней. Купил бутылку водяры и дыню. С водярой все ясно, но нафиг мне дыня. Кажется, меня поборола гордыня. Я буду умирать в России. На перепутие двух дорог. От перепоя, обессилев, пойму, что кончился мой срок. Тогда собаки все завоют, как будто чувствуя грозу. И старый друг мой на балконе уронит валенок слезу. Игрок поставят в белом зале. И все придут, и скажут речь. И будет очередь с цветами. И покрывало снимут с плеч. В огне пустынного заката. По куполам течет нентай. И горький пьяница, как брата, обнял мигающий фонарик. Спасибо большое у нас все, дорогие друзья. Я вам хочу сказать, что из всех опробованных умных веществ, алкоголь, конечно, опасен тем, что он дает, наверное, самую мощную иллюзию освобождения. Вот он действительно тебя в чем-то освобождает. Ну, это иллюзия. Она очень мощная, очень сильная. Михаил Никольский! А я хотел бы закончить эту... Поставить некоторую точку в этой тематике. Тем, что... Прочитать еще одно маленькое стихотворение. О таком месте, которое... Где лечат как раз от всего, что мы вам показали. Называется оно «Дом надежды на горе». Это проект Дмитрия Шагина. И там туда может прийти любой алкоголик. Сказать, что я больше не могу пить. И его там спасут. Когда пропьешь свои одежды в суровом лютом январе, Не унывай. Есть «Дом надежды». Стоит он строго на горе. И в ледяную злую упору на зло морозом именно там. Иди вперед. Увидишь гору. Лезь прямо вверх. Надежда там. Спасибо. Сергей Алексеев. Сергей Алексеев. Вот смотрите. Вот сидели два человека. Вроде просто читали стихи. Да? Но не затянули. Вовремя закончили. У всех положительные впечатления. И здорово. Спасибо огромное. Вот. Казалось бы, вроде не формат. Вроде должны были тут что-то. Но сколько было в лице у Миши Никольского обаяния и всего. И за этим можно наблюдать. Это тоже, я считаю, у тебя такое. Вот в таком бы работе. Ты школа, даже. Что? Ты говоришь, ты школа тебя тупает. Ну, это один из вариантов. Значит, все. Дорогие друзья, мы, значит, завершаем. Пока не выключаем. Сейчас у нас будет третье отделение. Через 15-10 минут. Микрофон будет свободный. Кто хочет себя проявить, чтобы попасть в первое отделение, в съемку, пожалуйста, пытайтесь. Будем смотреть. Все. Переверем.